Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Это 23-я серия из цикла «Истории о татаро-монголах». В прошлой серии мы видели землю Айнджалут, видели, как Кутуз смог использовать её в свою пользу, расположив в ней войска в удивительно стройном порядке. Он смог использовать малейшие средства и возможности для того, чтобы поставить большую армию татаро-монголов в такое тяжёлое положение, с которым она никогда в своей жизни не сталкивалась. Кутуз, да помилует его Аллах, по воле Аллаха и при его помощи смог осуществить этот план по уведению всей монгольской армии во внутрь долины Айнджалут. Как мы рассказывали в прошлый раз, этот план состоял из трёх шагов. Первая часть плана – заставить татаро-монголов сражаться у входа в долину так долго, сколько это было возможно, чтобы истощить силы татаро-монголов. Затем второй этап – Аз-Захир-Бей-Барс должен был увезти татаро-монгольские войска вглубь долины Айнджалут. Далее третий этап – и это то, на чём мы остановились в прошлой серии. Кутуз, да помилует его Аллах, даёт приказ перекрыть северный проход, тем самым заблокировав обе армии внутри долины Айнджалут. Сам Кутуз, да помилует его Аллах, также принимал непосредственное участие вместе со своими воинами в сражении. После того, как обе стороны – мусульмане и татаро-монголы – оказались заперты в долине, произошло одно из самых отчаянных сражений в истории всего человечества. Огромные армии с непомерной численностью, – яростная битва, ограниченное пространство, отсутствие возможности избежать, убежать или защититься, кроме как за мечом и кольчугой. Дорогие братья и сёстры, я верю, что мусульмане в этом сражении всем сердцем были обращены к Аллаху . Наш Господь помогает лишь тем, кто помогает Ему. А помощь Аллаху заключается в практиковании Его шариаты с искренним намерением ради Него . И вот тогда не спосылаются милости Господа миров . Неспосылается помощь милостивого, о которой мы можем не знать и не видеть её, но о которой ведает лишь Господь миров . Одна из самых суровых и яростных битв в истории случилась между сильнейшей армией в мире и простой армией Египта и Сирии на земле Айнджалут. После прохождения немалого времени, которое мусульманам показалось не часами, а днями, в этом одном сражении чаша весов по милости Аллаха, начало понемногу склоняться в сторону мусульман. Мусульмане сражаются и видят перед собой либо победу, либо шахаду . Того, кто будет сражаться на пути Аллаха и будет убит или одержит победу, мы одарим великой наградой. Вы только вслушайтесь, будет убит или одержит победу. Либо он примет мученическую смерть на пути Аллаха и станет шахидом, либо одержит победу в сражении. А бегство или поражение вообще не рассматривались мусульманами. Татаро-монголы же воевали либо на жизнь, либо на смерть. И сражение было по-настоящему отчаянным. Затем по воле Аллаха случилось то, что перевернуло ход всего сражения. Джамалуддин Акуша-Шамси, один из сирийских эмиров, которые некогда состояли в армии Ад-Насра Юсуфа аля Юбе, ступил вперёд. Это был довольно ловкий и искусный воин. Он двинулся вперёд и стал прорвать ряды татаро-монголов, пока не дошёл до самого Китбуги. Между ними произошла тяжёлая борьба, в ходе которой Джамалуддин Акуш силой ударил своим вскинутым вверх мечом и отсёк голову Китбуги, великого и опытного полководца, который покорил весь мир. Его голова покатилась по земле, а его мёртвое тело тяжело опустилось на землю. И день тот, для неверующих, будет тяжким. В этот день, с падением головы этого гордеца, пал весь моральный дух татаро-монголов, и успех мусульман становился всё более очевидным. Татаро-монголы теперь уже искали пути к бегству. А бегство было возможно только через северный проход в долину. Татаро-монголы бросились к выходу, а мусульмане шли вслед за ними. Монгольские солдаты смогли пробиться к выходу и покинуть долину Айнджалуд. Но мусульмане продолжали их преследовать. Татаро-монголы в своём бегстве достигли города Бейтшиан. Многие их солдаты были убиты ещё в пути, но основная их численность спаслась в Бейтшиане, в котором они обосновались. Они не видели другого выхода, кроме как дать бой этим мусульманам, которые их преследуют. Так, в этот же день, 25-го Рамазана, 658-го года по хиджре, в Бейтшиане произошло ещё одно свирепое сражение. Возможно даже, как говорят историки, это сражение было ещё более суровым, чем само сражение при Айнджалути. В этом великом сражении татаро-монголы оказали сильнейшее сопротивление, и Куттузу вновь пришлось лично принять участие в бойне. Дорогие братья и сёстры, Куттуз не был рядом с этими событиями. Он по-настоящему находился в центре этих событий. Его воины видели каждый предпринимаемый им шаг. И когда Куттуз, да помилует его Аллах, увидел, что татаро-монголы дерутся до последнего, и что ситуация вот-вот может переломиться против мусульман, он произнёс свои известные слова. Во имя Ислама! Во имя Ислама! Во имя Ислама! Во имя Ислама! Трижды повторив эти слова, он вознёс свои руки к небу и возмолился в прекрасной и великой молитве, выказывая тем самым своё преклонение пред Господом Свят Он и Велик. О Аллах! Помоги своему рабу Куттузу в борьбе против татаро-монголов. Посмотрите на эту смиренность, на эту покорность в подобной ситуации. Я не Аль-Малик Аль-Музафар, я не султан Египта, я не полагаюсь на поддержку этой армии, я всего лишь твой раб. Помоги своему рабу Куттузу в борьбе против татаро-монголов. Эта покорность, дорогие братья, в Аллахе стала скалой, обрушившейся на татаро-монголов и погубившей их. Пришла помощь Аллаха, Господа Миров Суб Ана Ва Тааля. Силы полностью покинули татаро-монгольских воинов. Они рассыпались словно мухи по полю боя. Часть из них была убита мусульманами, преследовавшими их, а другие были взяты в плен. Когда бой закончился, мусульмане стали подсчитывать количество убитых и сбежавших татаро-монголов. Сколько татаро-монголов сбежало в сражение при Айнжалути, как вы думаете? Представьте себе, ни один воин. Все солдаты монгольской армии были убиты. Исчезла армия, которая погубила весь мир. Полностью испарилась. Не осталось ни одного монгольского воина, который мог бы передать новости пограничникам в Дамаске, в Алеппе или в других городах. Вдумайтесь, так погибла самая крупная армия самого сильного государства в мире от рук мусульман. Не вы убили их сами, а Аллах убил их. Вот так вот, дорогие братья. Что в первую очередь сделал Кутуз, да помилует его Аллах, когда увидел гибель этой опасной армии? Поднял ли он свою голову, как это делают заносчивые правители, одолевшие своих врагов, читая победу всецело лишь своей заслугой? Нет, он прекрасно понимал, кто стоит за этой победой. Кутуз, да помилует его Аллах, слез со своего коня и уткнул свое лицо в землю в земном поклоне Аллаху Аззаваджалля, благодаря Господу миров за честь быть муджахидом на пути Аллаха и за то, что даровал ему победу над врагами Аллаха Аззаваджалля. Вскоре после этой славной Великой Победы, он незамедлительно послал письмо к жителям Дамаска, в котором он извещал их, и обратите внимание на его слова «Воистину Аллах Аззаваджалля унизил татаро-монголов в сражении при Айнджалут». Победу он относит к ее истинному устроителю. Победу он относит к Аллаху Аззаваджалля. Письмо прибыло в Дамаск 27 или 28 Рамазаны. И когда жители Дамаска получили это письмо, они совершили восстание и убили всех находившихся там татаро-монголов. Где они были до этого несколько дней назад? Все дело в примере для подражания, дорогие братья и сестры. Все дело в напоминании о славных днях, в напоминании о великой цели. Ситуация в корне изменилась. Татаро-монголы бежали, как запуганные мыши. И Хутузда, помилует его Аллах, сразу же после сражения отправился со своей армией в Дамаск. 150 км в сторону северо-востока от долины Айнджалут он не терял ни минуты. Нет в его жизни покоя. Нет в его жизни лени и апатии. Одно дело сменяется вторым, а второе третьим, и так на протяжении всей своей жизни. Да будет доволен им Аллах, и да сделает его довольным своим уделом. Хутуз вошёл в Дамаск 30-го рамазана 658-го года по хиджри. Спустя пять дней после сражения при Айнджалут. Улицы города были украшены, мусульмане его встречали как завоеватели. Это был самый счастливый канун праздника для мусульман в течение последних более чем сорока лет. 40 лет, дорогие братья, мусульмане терпели беды от татаро-монголов. С 616 или с 617 года, с начала татаро-монгольского нашествия на мусульман, люди не видели ни одного счастливого дня. Сегодня же, в самый лучший день года, отмечается не только праздник разговения, но и праздник победы. Скажи, это благо от Аллаха и его милость. Пусть они радуются этому, ведь это лучше всего, что они собирают. Вскоре после прибытия Кутуза в Дамаск, дела начали налаживаться. Между мусульманами и некоторыми христианами оставались некоторые недомолвки из-за их прошлых действий, их сотрудничества с татаро-монголами. Но как только пришёл Кутуз, да помилует его Аллах, всё пришло на свои места. Он проводил справедливую политику и в судебном порядке разрешал конфликты между людьми таким образом, что ни один христианин или иудей не был притеснён на земля мусульман. После этого он отправлял отряды во все уголки Сирии, в Комс, в Хама, в Алеппо и так по всей Сирии. И даже в Турцию и в Ирак. Для того, чтобы прогнать татаро-монголов отовсюду. Татаро-монголы же были вынуждены бежать. Таким было положение, дорогие братья и сёстры, после сражения при Анджалуте, сражения одного дня. Кутуз в этом сражении вступил в противостояние с самой могущественной силой в мире, однако он всецело полагался на того, кому принадлежит царство небес и земли. На того, кто помогает и поддерживает, на того, кто перевешивает одну чашу весов на другую, субхану ва тааля. Затем Кутуз после этой безупречной победы принял одно из самых важных решений в своей жизни. Это решение о повторном объединении Египта и Сирии. Для этого были проведены хутбы в Ираке, Турции, Сирии, Палестине, Египте и Хаджазе. Во всех уголках этих стран. Всего лишь по причине одной этой победы, победы при Анджалуте. Это была по-настоящему славная, самая, что ни на есть, великая победа. Кутуз да помилует его Аллах, распределил должности среди своих эмиров. Он делегировал эмираты таким, как Джамал-уддин Акуш и другие эмиры и правители. Он не забыл и об эмирах Айубидах в Сирии. Несмотря на их прошлую темную историю, после того, как те узнали истинное свое положение, поняли, кто они, а кто эти, великие люди Уммы. Это было сделано ради сохранения стабильности в регионах Шама и Египта. После того, как решил все вопросы, 26 числа месяца Шауаль 658 года, Кутуз вышел в обратный путь. Обратите внимание, мои братья и сестры, на эти числа. Не прошло и года после того, как Кутуз взошел на престол Египта и вышел к врагам, как он возвращается, решив все дела. Я Аллах Субханак. Представьте себе, Кутуз, рахмахуллах, стал правителем Египта 24-го Зулькаида 657-го года. Полностью очистил Палестину и Шам от жестоких захватчиков. Часть монголов уничтожил, часть отправил в бегство. И все это за 11, даже за 10 месяцев. Сражение завершилось 25-го Рамадана, то есть через 10 месяцев. И месяц ушел на приведение Шама в порядок. В итоге 11 месяцев. Субханаллах. Разве не было невозможным представить, что мусульмане одержат победу за такой короткий срок? Сложности, через которые мусульмане проходят сегодня, без сомнений, намного, в тысячи раз меньше, чем те, что пришлось видеть мусульманам времен монголов. Мы увидели, как под ногами этих жестоких захватчиков, без какого-либо сопротивления умирали миллионы мусульман. Мы увидели слабость мусульман, мы увидели страх, трусость, предательство, диверсии. Все это присутствовало среди мусульман. Но в такой сложный период Аллах разрешил умме подняться. Аллах позволил победе вернуться к мусульманам. Победа может быть близка. Она может быть через несколько месяцев, через несколько дней. Но нам, братья и сестры, необходимо возвращаться к истокам, чтобы увидеть, как умма выходит с такого мрака. Посмотрите, как, по милости Аллаха, Кутуз одержал эту великую победу. Там свои предпосылки и причины. Там длинный путь, по которому шел Кутуз, и другие приближенные к нему мусульмане, пока не дошел до победы. Путь один, и на этом пути нет исключений, ибо это – одно из установлений Аллаха на земле. Ты не найдешь замены установлением Аллаха. Ты не найдешь отклонения в установлениях Аллаха. О причинах этой победы мы поговорим в следующей серии. А в этой серии мне хотелось бы остановиться с вами на колоссальной важности этой победы и ее последствиях, от которых замирает сердце. Хотя это сражение завершилось в каком-то определенном регионе, за один день, его итог имел последствия, которых невозможно было представить. Битва при Айнджалути – это дата настоящего рождения государства мамлюков. Хотя в действительности мамлюки захватили власть после сражения при Фараскуре, убийства Тураншаха и прихода к власти Шаджарад-Дур, затем Эзуддина Айбека, настоящим рождением государства мамлюков считают победу в битве при Айнджалути. Мусульмане одержали в этой битве великую победу, которая изменила все представления о соотношении сил в мире. Так родилась великая держава. Но история этой державы подверглась атаке тех, кто вторгся, как и история любой мусульманской страны, которая принесла величие этой религии. Взять, например, историю амиядского халифата. Я более чем уверен, что до вас дошло много ложных сведений об этой великой стране, которая распространила ислам в четверти известного мира. Это не значит, что все в этой стране было идеально. Безусловно, были ошибки. Так же, как и в государстве мамлюков, можно найти ошибки в действиях мусульман, так как это люди, но это государство хранило знамя ислама в течение трех столетий подряд. После поражения монголов в Шами, после этой войны, он был жив и находился в Тибризе, не подумал сунуться на землю мусульман, кроме одного раза. Это была попытка отомстить за одного из своих предводителей, убитого возле Алеппо. Но эта попытка не увенчалась никаким успехом. На следующий день он был вынужден отступить обратно в Тибриз. Представьте себе, братья, то есть эта битва не оставила у монголов никаких сил продолжать войну с мусульманами. Эта победа дала начало державе мамлюков, которая далее взяла на себя очищение Шама от крестоносцев. Посмотрите, братья, посмотрите на эти великие решения. Не успел Кутуз избавиться от жестких монголов, как он берет на себя освобождение Шама от других захватчиков. И после его смерти, рахмахуллах, Аллах подарил этой умме таких великих предводителей, как Аз-Захир-Бейбарс и другие, которые продолжили путь Кутуза и полностью очистили Шам от врагов ислама. Последнее королевство крестоносцев в Шаме, королевство Акра, пало в 690 году по хиджри. То есть через 32 года после битвы при Анжалути, земли, которые более полутора века находились в руках крестоносцев, были освобождены за эти 32 года. Была освобождена Антакия, Триполи, Сайда, Бейрут, Аскалян, Яса, Хифа, Акра. Все государства крестоносцев без исключения пали от рук мусульман в этот период. Под меч мусульман попали и другие враги. В великой битве войско армянского короля Хитума I потерпело сокрушительное поражение. Было убито 40 тысяч армян. Монголы оставили их без помощи и вскоре сами ушли в небытие. Мои братья и сестры поверим. Победа от Всевышнего Аллаха. Возможно, анализ причин победы мусульман в битве при Айнджалути, которая имела невообразимое множество колоссальных последствий для Ислама, Уммы и всего мира, является самым важным в изучении этой истории. Поэтому в следующей, последней серии этого цикла мы максимально коротко перечислим часть средств, которые использовал Кутуз вместе с героями и учёными Ислама. И причины, которые в итоге привели к такой блестящей победе, это то, что мы должны брать в пример, к чему должны стремиться и то, чего мы просим у Аллаха. Посредством этого, иншаллах, к мусульманам вернётся их величие. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание Его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему Он нас обучил. Только Он на это способен и только Ему всё принадлежит. Я ввеляю своё дело Аллаху. Поистину, Аллах видит рабов. Уссаляму алейкум у рахматуллахи в баракату.